Сколько багажа можно провести с собой в самолете бесплатно? Этот вопрос начал недавно интересовать большинство россиян. Поправки Воздушный кодекс Госдумы приняла 20 июля, а уже 30-го президент страны подписал закон об отмене бесплатного багажа для пассажиров. Подробнее расскажет Павел Танин. С момента появления законопроект приковал к себе внимание большинства жителей страны, отчасти причина в инициативе Минтранса России. Ведомство предложило запретить проносить на борт самолета смартфоны, планшеты и даже верхнюю одежду. Но к самому законопроекту это отношение по сути не имеет. Документ же предусматривает отмену бесплатного багажа для пассажиров, которые приобрели невозвратные билеты. Вес допустимой ручной клади при этом не меняется. Невозвратные билеты, как правило, самые дешевые билеты. И при их приобретении необходимо относиться к этому более ответственно. Данная норма будет выделять также и багаж. Я повторюсь, потому что человек будет сам заранее решать. Ему либо сразу приобрести билет, который будет включать в себя определенное количество мест багажа, либо это приобрести потом, когда у него будет одна сумка, две или три. То есть когда он определится с тем, какого характера у него будет поездка. Исходя из этого, можно предположить, что цены на невозвратные билеты без багажа станут ниже. Это удобно для тех, кто летает налегке. А билет с багажом в идеале должен обойтись в такую же цену, как до принятия поправок. Возвратные билеты при этом остаются без изменений. И это хорошая новость для якутян, которые часто пользуются услугами регионального авиаперевозчика. Но во введении, касающихся правил перевозки багажа, пассажиров авиакомпании «Полярная линия» не коснется. Во-первых, потому что в авиакомпании «Полярная линия» нет невозвратных авиабилетов. Ну и во-вторых, потому что решением авиакомпании ограничения по перевозке багажа и ручной клади вводиться не будет. В силу поправки должны вступить только через два месяца. И только тогда можно будет точно сказать, как они будут работать. Что касается инициативы Минтранса об изменении списка вещей, которые можно взять на борт, ее ведомство также проработает в течение этого времени. Но, как говорят уже сейчас, новые правила не предполагают ухудшения условий пассажиров. Павел Танин, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.